Всем доброго вечера. Как меня слышно, видно? Громче, тише. Отлично, да? Все замечательно. Ну, тогда с вами поехали. Я же запись не ставлю, да, Владимир? Так, значит, звук все отлично. Давайте. Сейчас мы с вами познакомимся, да? Почему у меня на слайде пчелка, да? Во-первых, у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то вечер, да? Поэтому доброго денечка всем, кто сейчас здесь находится. А находится здесь немало количества человек, что радует, да? Все хотят обучаться. А еще у нас говорят, что народ ленивый, да, никому ничего не нужно. Раз сюда пришли, значит, явно вам надо. Так вот, почему пчелка? Пчелки у нас такие труженики, труженики, да, и днем, и ночью трудятся, трудятся. Как у меня сейчас сын, ему 4 года пришел, говорит, а пчелки же делают мед для людей, так и мы с вами. Мы украшаем с вами мир, да, нашими возможностями от компании. Да, ладно. Вот, поэтому сейчас у нас пчелка, и мы с вами все пчелочки пашем, 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 пашем. Но у нас есть ради чего здесь пахать, да? Так вот, давайте, я представлюсь, звать меня Безваева Наталья, мы с супругом Максимом развиваем здесь бизнес, да? На данный момент мы в открытом звании золотых директоров, и вот чуть-чуть, чуть-чуть, и уже закрываем. Вот. Собственно говоря, почему тоже сюда пришли, да? Пришли мы сюда с серьезными намерениями, ну, вернее, не мы пришли, а пришел у меня супруг. Вот. Я всегда, ну, в принципе, мы всегда-всегда знали о возможности компании, да, потому что первых лидеров наших самых-самых любимых и важных, да, семью-долженок, да, мы знаем еще с давних времен. Поэтому, по сути, когда Максим, да, принял решение здесь работать, нам не нужно было доказывать, показывать, там, какие-то справки, там, что все реально, доходы есть и все остальное, да, потому что мы были у Галины со Львом и в квартире на, в Рубцовске, когда она жила, мы сами родом оттуда, и потом уже здесь, когда приехали, да, в общем, все мы видели. Поэтому, придя сюда, Максим так четко решил уволиться с работы и начал работать в Арифлейн, да, это к тому, многие спрашивают, а как мужьям сказать, там, вот, чтобы он там понял. Не знаю, не была в такой ситуации, посоветовать ничего не могу, вот, но, как многие жены, да, иногда жены запрещают, мужьям не поддерживают, да, у нас такого не было, потому что, когда заходила речь о том, что в Арифлейн есть бизнес, да, Максиму всегда было сказано, ну, если мы будем в Арифлейн, то будешь работать только ты, да, в баночке косметика, да, и мужчина, то есть мне вообще это не мое было, там, знакомые ходить, там, каталоги, офис и все остальное, в общем, не офис, но я такой работник, мне нужно, чтобы люди ко мне сами пришли, а я уже дала информацию. Вот, а поднимались мы, ну, или Максим, да, пока я из двумя детьми сидела, вот, поднимался он именно на холодном рынке, ну, то есть кто у нас с Барнаула, да, и не первый день, все знают, что у него была такая точка на вокзале, привокзальная площадь там была, в общем, перед пешеходом, и он там раздавал каталоги, каталоги, да, сейчас многие говорят, ой, я раздаю каталоги, ну, что такое раздаю каталоги, да, вот тысячами каталоги раздавать за 20 день в день, это да, вот это раздача каталогов, а так по чуть-чуть, как бы, текущие каталоги, да, раскидать, это не раздача каталогов, это так, у вас чисто знакомство, поэтому, если подниматься на каталогах, это нужно большое количество каталогов для сборов заказов, так, собственно, сделался у нас первый уровень, у нас пришли именно с холодного рынка люди, именно с вокзала, да, выявились лидеры, все, а потом, когда уже пришел интернет, мы так благополучненько уже тут, я, так скажем, подключилась, да, мы уже, так скажем, поддержала после банкета, между прочим, я включилась в работу, после первого банкета, вот, на тот момент как раз был проект, да, запущен продвижение, а сейчас мы с вами благополучно называемся команда, и это очень радует, вот, собственно говоря, да, почему мы здесь, о, фотографию яку, мы здесь, значит, у нас есть два замечательных такие энерджайзера, которые, мне кажется, не устают никогда, даже если встанут в 5 часов утра, то в 12, если не положишь, они тоже будут живчиками, да, но у нас строгий график, в 9 часов мы уже в любом случае идем уже готовиться ко сну, поэтому они нас мотивируют, да, они нам не дают там при каких-то, ну, не знаю, неурядицах, да, они же бывают у всех, и на каждом уровне могут быть какие-то проблемы, и главное их переступить и идти дальше, да, вот, так вот, у нас вот есть два таких мотиватора, да, которые, ну, не дают нам куда-то уйти отсюда, да, чтобы там какие-то проблемы не были, по сути, а куда идти, да, ну, мы как бы другие возможности уже не знаем, ну, мы хотели там, думали даже о бизнесе, да, ну, все же понимают, что чтобы открыть какой-то свой бизнес, это какая, во-первых, ответственность нужна, да, во-вторых, нужны какие-то финансы, ну, или папа-мама богатый, да, вот, которые все дают, у нас как бы такого не было, вот, поэтому если что-то начинать, то со своими силами, да, а здесь, по сути, мы ничего потерять не можем, да, у нас нету миллионных вложений, бери, просто научись, делай, да, и делай, вот, это у нас такая фотосессия в футболках была, а вот буквально воскресенье, так как мы с вами из Барнаула, кстати, давайте с вами посмотрим, кто вообще и откуда. Мы из Барнаула раньше жили в Рубцовске, родились, да, там, жили себе спокойненько, пока в нашу жизнь не вырвался Арифлейм. Вот, смотрите, что самое, хорошо, да, когда начинался Арифлейм, то все работали только вокруг себя, да, то есть был только свой город. Сейчас же в чем плюс, да, у нас нету с вами границ в бизнесе. Вот, смотрите, сколько городов, я даже некоторые не знаю. Вот, причем мы можем с вами работать не только в России, да, если кто-то хочет международные отношения, ради бога, открывайте, да, вот, и команды будут строить. Ну, нам, так скажем, повезло, да, мы живем в центре продвижения, да, мы живем в самом Барнауле, поближе к спонсорам. Так вот, буквально воскресенье, спасибо нашим организаторам, да, за то, что организовали такое мероприятие под ассессию с детьми, да. Многие мамочки, даже сейчас, вот, допустим, там, кому-то предлагают, что у меня дети, ты что, когда, когда, да, а сами в песочнице в телефонах сидят, просто иной раз поражаешься, моим 5 и 4 я везде, где бы они ни были, то есть перешли они с одного места на другое, я с ними по-быстрому перехожу. А мамочки могут сидеть в одном месте, в другом у них дети, и при этом у них некогда, да. Я же при этом смотрю за детьми, еще по WhatsApp отвечаю, когда еще и поговорю, да, и все, все можно успеть, да, главное было бы желание. То же самое здесь, да, кто-то фотосессии какие-то на работе, да, устраивает, но детей нужно куда-то пристраивать, да, а у нас наоборот, у нас все для детей. И очень многие знают просто поверхностную работу в Арифлейм, да, в нашей команде, но не знают того, что вообще изнутри, да. И очень хорошо сейчас приглашать знакомых, да, вернее, даже их можно не приглашать, размещаешь фотографии у себя на личных страницах в соцсетях, а они тут как тут, да, они к тебе заходят, ну, как я сейчас говорю, сам зашел ко мне, да, сам виноват, на тебе вот предложение, да. Вот, и таким образом пополняется команда, да, наша задача приглашать на свои странички, помещать какие-то интересные темы из жизни, да, где были, куда были, потому что у большинства людей, ну, жизнь такая обычная, даже если они куда-то ездят, да, ну, это не так вот сверхъестественно, что, ну, как бы страницы не такие живые получаются, как если человек приходит, ну, в MLM, так, в систему, да, потому что какое-то движение, есть что показать там, не себя так, спонсоров, как говорится, да. Нам всегда говорили, нету результата, продавайте спонсоров, поэтому приходят новички, нечего показать, копируйте все, что пишет спонсор, ну, подставляйте какие-нибудь свои фотографии, и будет все гудо, да. Поехали дальше с вами. Вот. Вообще, кто зачем сюда пришел? Ну, имеется в виду в компанию, в команду, да, у кого какие цели, у кого какие мечты? Кто чего хочет получить? Мы, допустим, пришли сюда за свободой, мы пришли за серьезной суммой денег, да, которая бы обеспечивала нам ту жизнь, которую мы хотим. Мы, когда работали на обычных работах, вот, отдыхали за границей, да, но при этом нужно было отпроситься с работы чуть ли не под риском увольнения, то есть либо я пишу заявление на увольнение, да, и вы меня отпускаете, либо, ну, либо просто отпустите, да, вот, либо-либо. Вот это нам не очень понравилось, да, поэтому как-то решили брать все в свои руки, а очень многие сейчас еще не понимают, да, что все, что сейчас есть в жизни, вы можете получить. Ну, если что-то производится супер шикарное, да, оно же для кого-то, кто-то же это может себе позволить, почему не вы, да, пишут, да, квартира, деньги, финансовое благополучие, все-все-все замечательно, путешествия, мне нравится это слово, вот, попутешествовали за свои деньги, больше не хотим, хотим за бесплатно, а вот в следующем году мы уже точно попадаем на лайнеры. Так, и теперь скажите мне, пожалуйста, все, что вы вот сейчас вот написали, если вы вот будете делать все, что вы делали до сегодняшнего дня, до сегодняшнего часа, ну, на своих работах, все же кто-то же, да, где-то работают, не все же, как мы, вот, раз и ушли, да, и больше нигде не работают. Вот, если вы ничего не меняете в своей жизни, что-нибудь вот из того, что написали, у вас исполнится, если не здесь, то где? А если, смотрите, если, допустим, вот то, что вы сейчас хотите, но вы получите это не через год, а, ну, допустим, через 5 лет, да, стоит здесь работать? Все же знают, что нужно тут делать? Все равно, да, будете работать? Стоит, да. Я вот даже сейчас тоже у себя на планерках говорю, даже если мы будем расти тихо-тихо, как черепашки, да, выращивая по одной группе директорской в год, да, то в течение 12 лет у вас будет исполнительное звание, да. Это уж если, блин, ну, совсем прям, я не знаю, как, что делать, да, вот, но 12 лет готовы потратить на то, чтобы получать 400 тысяч, 400-500 в месяц, да. Есть такое где-нибудь вообще? За 12 лет, ну, многие уже имеют такой, да, опыт работы, то есть многие по 10 лет там уже где-то отработали, да. Сколько вы вначале зарабатывали и сейчас будет у вас, как здесь, пришли на ноль, а получили 500 через 10 лет, да. Готово, отлично. А теперь скажите, пожалуйста, а что нужно сделать здесь в компании, чтобы вы реализовали все свои мечты, зачем вы сюда пришли? Что нужно делать здесь? Три плеер. Рекрутируйте. Рекрутируйте, да, это вот, ну, знаете, это даже, наверное, самое важное, но хотя сначала надо же, конечно, обучиться, потому что вы лидером должны стать самостоятельно, без, наверное, правильных мозгов, да, здесь ничего не будет. А работать, 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 это работа у нас, так скажем, да, работать это можно лопатой, да, вот, поэтому работа всегда есть. Вот, да, обучение. Сначала мы должны обучиться в институтах же тоже все учились, поэтому, да, вкладываем сначала в себя. Единственный момент у нас плюс в чем здесь? Нам не надо тратить 5 лет, да, 7 там, чтобы научиться чему-то. Вы можете читать утром книгу, в обед смотрите вебинары, да, вечером рекрутировать, да, распределяете день сами. А пользоваться, да, мы, конечно, должны с вами, потому что, ну, в любом случае вы хозяин своего магазина и нормальный человек с хорошей головой, да, понимает, зачем я буду относить дяде Феде какому-нибудь или дяде Ваше деньги, если у меня есть то же самое. Вот, но если вы будете самым-самым умным, да, даже с самыми большими заказами, но вы не станете здесь лидером, да, почему? А потому что наша задача с вами построить огромную организацию самостоятельных лидеров, да, откуда у нас лидеры возникли, то есть автономная организация должна быть. Даже если вы взяли, уехали куда-то, ничего не должно урокнуть, да, вы не должны быть привязаны к своим лидерам, да, прям как, ну, не знаю, так вот, как присоски, да, то есть куда вы, туда они, да, такого не должно быть. Каждый приходит сюда со своими целями, да, и неважно, работаете вы или нет, но люди должны делать свои уровни самостоятельно, да, наша главная задача показать человеку, что он здесь получает, а дальше как бы он идет сам, да, ну, с нашей помощью, да, мы как родители, да, первые шаги делаем вместе, ну, и потом как бы по жизни в Арифлэйме идем всегда вместе, да. Нам нужно, как нам найти-то лидеров? Надо, конечно, приглашать, да, приглашать много, да, поэтому мы всегда, допустим, у себя, ну, с Максимом, да, ставили себе цель для наших новых людей. Сначала научить массово рекрутировать, да, даже можно сказать там бездумно, ну, всех-всех-всех регистрируем, чтобы самое было важно, это наладить поток, неважно какой, с ногами, без ног, да, с головой, без головы, вообще неважно, но главное научиться приводить сюда людей. На какую тоже первую информацию, тоже это, конечно, важно, но научить вообще привезти сюда людей, заполнить форму, да, вот. Дальше это уже из массового рекрутинга, да, вот ты уже научишься, ты поймешь, по крайней мере, что люди сюда идут, и от Арифлэйма они не шарахаются, да, и от того, что нужно делать заказы, отсюда никто никуда не бежит, люди остаются. Не все, конечно, но 30% остается, и это нужно понять. А поймешь ты как, ну, если ты 2-3 человека пригласишь, да, то 30% это не есть один человек из трех, да, может быть, вообще из трех никто не останется, а ты потом будешь говорить, я был в Арифлэйм, я пригласил аж трех человек. Все. Вот, поэтому, чтобы такого не было, самое первое, что мы делаем, учимся много-много-много рекрутировать, а потом со временем вы уже станете выбирать, а мне вот этот не надо. Как, допустим, сегодня я работаю, да, в WhatsApp, отправляю, а мне девушка присылает, да, отклик на мое предложение. Здрасте, а вы кто? Ну, как вы думаете, я стала дехать предложение человеку? Я ей пишу. Добрый день. Я так понимаю, вам от меня поступило предложение о вакансии. Мы не будем тратить с вами ни мое время, ни ваше. Я сразу вам говорю, что вы мне не подходите. На что она мне начинает писать? А зачем ты мне писала? Я еще знать не знаю, она мне уже на ты, да, поэтому, видите, а когда новичок, да, может быть, когда я была еще новичком, я бы тоже писала, потому что мне важно, чтобы ко мне люди пришли. А сейчас мне не важно всех подряд у себя видеть, да, я изначально смотрю, кто мне нужен. Вот, поэтому сначала нужно научиться рекрутировать много, да, чтобы у вас не было боязни того, что, а, я вот этому отказала, а следующего у меня не будет, да. А когда вы поймете, что вы в состоянии приглашать от двух, там, до пяти, да, у нас максимальное количество регистраций за день было 18. Это было вообще вау, не поверите. Вот, но такого, правда, больше не было, но и это было. Вот, а потом у нас стало по 10. Но сейчас у нас намного меньше, сразу говорю, да, регистрации. Но одна-две, это как бы нормально. Вот, так что, если раньше, допустим, те же 18, да, они были все подряд, то сейчас даже если одна пришла, да, регистрация в день, или один там человек за два дня, да, то я точно знаю, что она знает, что ей тут нужно делать, да, что заказы, что она обучаться должна. И то есть это намного проще, чем у меня придет пять, которые это не понимают. Вот, время я много уже заняла, поехали дальше с вами. Мы на каком уровне? Вот только сказала, мы в открытом звании золота. Вот, поднимались сначала на каталогах, а теперь у нас практически все с онлайна. Мы в бизнесе почти три года. У каждого, да, знаешь, что за три года некоторые открывают бриллианты, да, за три года кто-то золото, да, всего может быть, да. Вот, но, наверное, каждый приходит все-таки со своей головой, да, со своими знаниями на много чему надо было научиться, да. Вот, мы в большинстве случаев делали все сами, да. Спонсоры, думаю, не обидятся. Вот, да, все индивидуально, да, да, да. Ну, и мы, знаете, как бы, так как у нас двое детей, да, и у нас так пожизненно дети, это все, это наше, мы детей родили только себе. Наши дети знают бабушек только когда родители. То есть у нас нету такого, что вот выходной, раз, поехали, все, там, детей отдали. Ну, то есть у нас как-то вот так вот все параллельно, и поэтому, может быть, из-за этого маленький рост, да. Поэтому, да, из-за 10, да, 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 вот, знаете, вот прям, вот завидуешь чистой вот такой зависти. Вот. Да, кто-то приходит раньше, да, можно же было прийти еще на каком-то, на третьем курсе, когда мы это узнали, ну, мы же тоже не захотели, да, а потом можно было прийти, когда замуж вышла. То есть я сама три раза начинала, но всегда это было не мое. Сначала были деньги у мамы, зачем, в принципе, в институте, блин, вообще не могла показать каталог. Ну, честно говоря, и сейчас не очень-то. Потом, значит, мы уже вместе жили, да, я тоже сюда пришла, тоже пробовала. А, подружка, мне надо, мне не надо, ну и ладно, деньги все есть, свадьба есть. В общем, всегда у нас как-то был такой достаток. Вот. Ну, кстати, я хочу сказать, что директора мы за 4 месяца открыли. Вот. А потом как-то так вот засели. Вот. А знаете, наверное, почему? Мы вышли на тот доход, который как бы имели. Ну, и как-то, может быть, в тот момент не очень много чего еще хотели, потому что, ну, вернулись к тому, от чего ушли, и долго, наверное, раскачивали. Ну, в общем, отговорок можно, конечно, найти много, да, но ладно. Смотрите. О рекрутинге, да. Нужно всегда участвовать в тех акциях, которые делают спонсоры, в общем, команда, да, и, конечно, наша компания. Вот. Так что смотрите. Буквально не зная еще того, что будет акция на Болгарию, да, будет объявлена для менеджеров и для всех остальных. В общем, наши многоуважаемые и любимые спонсоры, это Долженко, Лев и Галина. Нам, так скажем, повезло, да, мы практически в первом уровне. Вот. К самым бриллиантикам, бриллиантикам, да. Вот. Была, значит, объявлена акция для менеджеров в 11-м каталоге. Ну, и мы, конечно же, как всегда, мы всегда под козырек спонсоры сказали, надо делать, да. Вот. Значит, участвовали менеджеры, и менеджеры, те, которые, ну, как бы так скажем, подтвердили свой уровень, да, и которые выиграли. Это соревнование между, было не просто регистрация, да, вот в том году, допустим, спонсоры у нас сделали акцию, кто больше проведет регистрацию, да, стартеров будет, да. Мы заняли первое место, мы ужинали с нашими спонсорами, и команда наша там была. А сейчас, значит, не просто стартеры у нас, а именно квалифицированные реклеты. Так, скажем, наверное, спонсоры смотрят далеко, да, и поэтому уже в 11-м каталоге нас подготовили, так, в турбо нас в скорость внесли, да, в турбо-рекрутинг нам устроили. Вот, так вот, смотрели, значит, у кого больше квалифицированных реклотов. Первая девочка, да, это Ина, это персональная группа как раз Галина со Львом, у нее было 8 квалифицированных реклотов. Причем, знаете, там не то, что там она провела, там, 50 регистраций, да, 8, по-моему, у нее получилось. Если я не ошибаюсь, там что-то или 1 к 20, да, Галин, подскажите мне, пожалуйста, в процентах, вот. В общем, 8 квалифицированных реклотов было. У нас 2 менеджера, 2-е, 3-е место, это как раз 2 наших менеджера, новеньких-новеньких. Так, пришли они буквально только летом и на 9% вышли, причем они уже участники акции по смартфонам, вот. И они буквально там на чуть-чуть уступили свое первое место. Да, вот, из 9 и 8. У нас получилось у одной 5, да, у другой 3, нет, или 6, 6 и 4. Вот, так что научились мы рекрутировать, научились мы преподносить правильно, да, 6 и 4, правильную информацию о том, что зачем человек сюда пришел, да, если он сделает 100 баллов, он получит вот это, вот это, а если он сделает 150, он получит вот это, вот это, да. Поэтому, смотрите, так как мы сейчас с вами определили, да, что главная наша задача, это рекрутировать, да, компания сейчас, то есть нам сделали вызов наши спонсоры, а будете ли вы участвовать, да, мы, конечно, да, все, все, мы же молодцы, да. То же самое сейчас делает компания вызов. Так, а сможете ли вы попасть в Болгарию, да, многие смогли, попали в Сочи, а теперь сможете ли вы новые, и не только новые, да, очутиться в Болгарии бесплатно? Кто готов попахать ради того, чтобы там быть? Кто, ага, я уже пошли, отлично, значит, нам с вами нужно пахать, да, а для того, чтобы мы там были, там есть же условия, да, у нас же не просто я хочу быть в Болгарии, все, на тебе билет, ты полетел, да, нет, конечно, как и везде, нам нужно сделать определенное количество. Самое первое, конечно, это то, что мы с вами поговорили, нужно делать личные баллы, это 150 и не меньше, да, то есть это наша задача, научиться 150. Если много, да, по-быстренькому выходим на 9%, вы платите практически половину. Те же баллы, которые вы сделали за 70, вы будете оплачивать по сумме за 150, ну, плохо, что ли, поэтому ноги в руки, побежали на 9, да. Вот, платим меньше и будет все нормально, да, с лишним товарооборотом будет все путем. А дальше, да, что нам нужно научиться? А нам нужно научиться много приглашать, чтобы дать правильную информацию людям, да, чтобы у нас люди квалифицировались и стали квалифицированы рекордами. А для того, чтобы мы с вами научились много приглашать, много и правильно, да, у нас было в директорском составе, да, или в бриллиантовом составе было принято решение запустить марафон по рекрутингу.